Об этих законопроектах и о всей политической ерунде, которая происходит, связанная с ними, мы поговорим с нашим политическим аналитиком Фёдором Крашенинниковым. Фёдор, привет. Здравствуй, Фельга. Законопроекты обычно проходят долгий путь от внесения до подписания. Часто идиотские законопроекты могут не доходить даже до первого чтения. Но в последнее время всё чаще именно такие законопроекты становятся законами. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, какие шансы у этих законопроектов, которые мы обсуждали, дойти до серьёзных обсуждений? Ну, то, что касается Росгвардии и экстремизма, они, безусловно, будут приняты. И они совсем, к сожалению, не идиотские, а очень даже продуманные. Это часть фономерно создаваемой системы, которая позволяет практически любого гражданина России привлечь к ответственности, если есть для этого какие-то желания у властей. То есть смысл этого закона как раз, и не только его, но ещё и других законов, в максимальном расширении вот этого понятия. И само понятие экстремизм уже расширено так, что под нему можно подвести всё что угодно, там даже единичный пикет или какие-то элементарные совершенно действия. Но и этого мало, теперь ещё есть оправдание экстремизма. То есть они когда-то давно криминализовали экстремизм, в широком смысле слова, сейчас криминализуется оправдание экстремизма. То есть сейчас уже не обязательно что-то делать, сейчас уже не обязательно какие-то позволять все радикальные высказывания, сейчас уже достаточно согласиться с чьими-то высказываниями, или там как-то, не знаю, сказать, что кто-то не такой на самом деле зловредный, как сказать, вредитель, каким являют органы власти. И вот, пожалуйста, уже всё готово, можно ссорить человека. При этом... Простите. При этом мы видим, что и сейчас различные проходят репрессивные меры к сторонникам Навального. В том числе, в чём тогда будет отличие, и для чего потребовался внезапно отдельный закон для этого? Ну, во-первых, не только к сторонникам Навального применяется репрессия, но и вообще ко всем, кто высказывается против политики Путина и войны. То есть, насчёт сторонников Навального тут никаких новых законов не надо, и всех можно совершенно спокойно тащить в суд и в тюрьму по действующим законам. Хотя, возможно, вот этот вот новый закон, он расширит применение к тем, кто сам ничего, может быть, не делал и не собирался, но, скажем так, не знаю, там, просто лайки ставит. Да, мы же не знаем, как они будут всё это вообще трактовать. Поэтому здесь вопрос не в том, что сторонники Навального. Сторонники Навального давно уже вынесены за скобки, как враги общества, безусловно. Речь идёт именно о расширении репрессий, возможностях репрессий для максимально широких слоёв населения. Здесь надо чётко себе отдать отчёт, что это не про какую-то конкретную группу. Это закон впрок. Это закон, в принципе, для того, чтобы любого вторичного человека можно было взять и посадить. Ну, или, во всяком случае, угрожать ему этим. Безусловно, я не знаю, мне кажется, мы и так живём в системе и в книге Оруэлла, когда и так всех сажают. Но при этом перейду, наверное, от законопроектов, которые есть и которые действительно пугают, к нормализации того, что происходит. Это вчера Путин собирал после удара по Крымскому мосту совещание с Овбезом. И там он в рамках этого совещания очень буднично заявлял об атаке на Крымский мост. И, если честно, складывается ощущение, что сейчас одним из таких главных нарративов становится превращение таких атак и ударов в обыденность. И сейчас, наверное, те, кто живут даже в приграничных районах, возможно, если будут какие-то атаки дронов, не так активно и не так панически уже реагируют на какие-то такие удары. Как ты думаешь, как такой посыл от главы государства может повлиять, в принципе, на восприятие войны жителями России? Мне трудно ответить. По-моему, никак на самом деле. То есть уже сложились все правила игры и ничего тут не поменять. Идут обстрелы. Россия обстреливает Украину. То, что в ответ прилетает что-то, так сказать, по российским городам, это тоже давно уже не новость. И я совершенно, так сказать, не очень понимаю, что тут можно изменить. Да, идет нормализация. Она, к сожалению, случилась. Всем, кто следит за этой ситуацией, даже не очень следит, кажется вполне очевидным, что что-то может прилететь и взорваться. При этом нельзя сказать, что это какое-то массовое явление. Потому что, как мы видим, значительное количество людей продолжает ехать, отдыхать в зону, которая, допустим, нам кажется опасной при фронтовой. Им так не кажется. Хотя, опять же, если посмотреть, что в прошлом году в при фронтовой зоне отдохнуло 6 с лишним миллионов человек, а из них пострадало от каких-то военных действий, там я не помню сколько, но совсем немного, то получается, что действительно это не выглядит таким уж опасным мероприятием. Поэтому, что касается нормализации этой ситуации, то здесь как раз-таки достижения абсолютно безусловны. Никакого паники, никакого ужаса. Во всяком случае, я не вижу никаких следов того, что где-то там царит паника и ужас. И, наверное, это будет и дальше продолжаться, потому что человек такой существ, он ко всему привыкает. И ждать, что вот вчера ему было все равно, завтра вдруг ему стало. Не все равно, но нет. Обычно должно что-то произойти, какое-то новое. Прийти к нему какая-то беда в дом. А если она приходит в дом где-то в другом конце страны, то, в общем, едва ли что-то изменит в головах. Я на всякий случай еще раз уточню. То есть ты думаешь, что если что-то будет продолжать происходить в преградичных районах, это никак не повлияет на мнение о войне жителей этих самых районов? Может быть, жители этих районов как-то и повлияют, но это, наверное, населенные районы, которые, в общем, являются довольно маргинальными для России. И, честно сказать, думаю, там за пределами даже Белгородской области, особенно чем в северной или восточной Белгородской области, я вообще от приграничья, тем меньше у людей интереса вызывает вся эта информация. Потому что фактически речь идет об обстрелах каких-то приграничных сел и деревень, что, в общем, ну вот как. Я думаю, что это даже помогает в каком-то смысле пропаганде говорить, ну вот мы же говорили, что на Украине нацисты, которые обстреливают наши мирные деревни. Вот, пожалуйста, обстреливают. Поэтому я не очень понимаю, собственно, в чем здесь проблема. Ведь пригородные города – это не Москва, не Петербург. Это реально очень небольшие населенные пункты. И ожидать, что настроение в них каким-то образом способно на что-то повлиять, довольно опрометчиво. А насчет какие там при фронтовой зоне настроения, ну, не знаю, наверное, плохие. Но, судя опять же по всему, там тоже не наблюдается какого-то повального бегства. И оттуда кто захотел, тот уехал. Остальные, очевидно, некуда ехать. Или они ждут, пока все это кончится. Спасибо большое. Спасибо большое. С нами был Федор Крашенинников. Поговорили с ним о том, что происходит в приграничье. Поговорили о том, как население может относиться к войне. Привет! Спасибо, что посмотрели этот ролик. Все то, что мы делаем на этом канале, мы выпускаем благодаря вашей поддержке. Становитесь спонсором канала «Популярная политика». Либо подписывайтесь на нас на Патреоне. Ссылка в описании под этим роликом. Спасибо большое. Нет войне. Свобода Алексею Навальному. Спасибо.